МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Повышенное внимание подготовки к отопительному сезону. План работы обсудили на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства. В Самарской области установилась аномально жаркая погода. Как защитить кожу от вредных солнечных лучей? Вычесывать шерсть, купать, гулять в тени, не оставлять в машинах. Специалисты дали советы, как помочь питомцам пережить жару. Казахский асык и русские бирюльки. В этнопарке Дружба народов состоялся чемпионат по настольным играм. В Самару с гастролями приехал Новосибирский драматический театр на Левом берегу. Какие спектакли представят зрителям? Почувствовать единство и командный дух, заявить о себе. На стадионе «Нефтяник» прошел финал районного этапа всероссийского турнира «Лето с футбольным мячом». Курс на открытость в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает выстраивать обратную связь с жителями региона. Он поручил чиновникам, министрам, зампредам, руководителям служб оперативно реагировать на обращения граждан без отписок и пустых обещаний. Чтобы улучшить качество обратной связи, глава региона поручил создать ситуационный центр. В каждом районе организуют центры приема обращения граждан. К работе будут привлекать активистов молодежных объединений региона, представителей ОНФ. Система должна заработать уже через неделю. Актуальные вопросы и планы работы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание провел заместитель главы городского округа Самара, руководитель профильного департамента Александр Андреянов. Он отметил, что повышенное внимание уделяется работам по подготовке к следующему отопительному сезону. Одно из важнейших направлений деятельности – перекладка теплотрасс. Основная тематика сейчас, конечно, это наши перекладки, которые планово идут и, естественно, влияют на весь город, на жителей. Есть проблемы, которые связаны при этом с размещением мусорных и контейнерных площадок. Вот эти все вещи обсуждались. В том числе у нас достаточно проблематично и тяжело сейчас идут вопросы, связанные с провалами, с просадками и с поднятием колодцев. Но так или иначе вопросы эти остаются, мы их обсуждаем и пытаемся со своей стороны находить в том числе и технические решения для того, чтобы это реализовывать. Более 10 тысяч детей Самары этим летом отдохнут и оздоровятся в лагерях и образовательных центрах. В городе и в непосредственной близости от него находятся 7 лагерей. Депутаты Самарской городской думы проехали по некоторым из них, посмотрели, как отдыхают ребята, как организован для них досуг, оценили питание и условия проживания детей. Подробности в нашем материале. Детские образовательные центры «Заря», «Арго», «Авангард Самара», центры «Дзюдо» «Мужество». По такому маршруту проехали самарские парламентарии. Обсудили обновление инфраструктуры. В лагере «Заря» в планах построить новую столовую. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы получить софинансирование со стороны областного бюджета. Мы видим поддержку в Министерстве соцзащиты и развития. Питание в лагерях пятиразовое. Депутаты оценили меню и проверили работу пищеблоков. По словам парламентариев, в лагерях созданы все условия для отдыха и оздоровления детей. В корпусах климатические условия соблюдены. Сейчас душно, немножко жарко. Лето все-таки, а в корпусе комфортно. Соблюдается полностью питьевой режим, как внутри помещения, так и вне на улице. Созданы теневые навесы. Подведена везде вода, в том числе горячая вода. Ну, такие вот нормальные, комфортные условия. В планах на межсезонье продолжить модернизацию загородных лагерей Самары. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, как они относятся к раздельному отдыху детей и родителей. А можно и так, и так. Это очень хороший вариант. Один отпуск, допустим, всей семьей, и можно какую-то часть отпуска отдельно, чтобы отдохнуть от предыдущего. Тоже хороший вариант. У нас еще мелкие, поэтому пока совместно, а пока постарше будет, да, его в его социальную группу отправлять, нам своей социальной группой отдыхать. Когда дети маленькие, конечно, с собой. Они же тоже должны что-то видеть за свою жизнь. Да, это хороший вариант. Например, детей можно отправить в детский лагерь, а с одним отдыхать, поехать на море куда-нибудь. Мне кажется, сейчас такое время, что очень редко, когда семья бывает вместе. Я считаю, что нужно вместе. Во-первых, и дети очень быстро растут. И потом они от нас все куда-то разъезжаются, и собраться потом вместе крайне бывает редко. Мы всегда ездим все вместе. Всей семьей, все шесть человек. Детям нравится один вид досуга, а взрослым уже другой совершенно. Поэтому зачастую такое даже будет лучше, если есть, кому все детьми, разумеется, кому можно доверить. Конечно же, можно детей, если они взрослые, если они любят пионерский лагерь, можно отправить их туда. А взрослые могут отдохнуть от детей, опять же, от домашнего быта, и уехать туда, куда хотят. Очень много времени проводят с детьми. Ну, вот у меня тоже есть и ребенок. И хочется как-то немножечко перезагрузочки такой наполниться, свой ресурс восстановить, чтобы потом уже с новыми силами идти. В 63-м регионе побит температурный рекорд. В Самаре и Оглосе столбики термометров поднялись до 36 градусов. Это выше, чем рекордные показатели 55-го года. В сложившейся ситуации жители ищут способы защитить себя от вредного воздействия солнечных лучей. Один из них – солнцезащитные крема. Как правильно их подобрать, смотрите в нашем сюжете. Загорелая кожа – признак того, что летний отдых удался. Однако медики уже давно говорят о вреде чрезмерного загара. Поэтому отдыхающие стремятся защитить кожу от негативного влияния ультрафиолетовых лучей. А ну как? С специальными средствами работаю. Сижу дам под кондиционером, не выходу никуда. Очками, кепками, кремами. Супруга подбирает. Кремом с СПФ высоким. СПФ. У меня косметолог советовал. Обязательно солнцезащитные кремы. И вообще стараемся на солнце не бывать, потому что конопатенькие. СПФ крем. Использование солнцезащитного крема – один из главных способов спасти кожу летом, рассказывают медики. Сан-фактор протекшн – это защита от солнца. Такой солнечный экран защиты от солнышка. Защищает от А-лучей и Б-лучей. Это основные лучи. Остальные задержатся в озоновом слое, мы их не рассматриваем. А-лучи – это самое большое количество, их 95%. Они повреждают дерму на всем протяжении, разрушают коллаген, эластин и, собственно, способствуют фотостарению и развитию онкологических заболеваний кожи в будущем. Б-лучи – это, как правило, солнечные ожоги и пигментация. Чтобы выбрать подходящее средство, в первую очередь нужно определить свой фототип, а затем подбирать крем, исходя из потребности эпидермиса. Если разбирать такие вот факторы применения фото-защитных кремов, то либо это минеральный экран, он защищает лучше, он безопасный, он подходит для аллергиков и для детей, но он будет давать такой белесоватый оттенок кожи, что многим неприемлемо. Обычное сочетание химических и физических фильтров. Я своим пациентам рекомендую брать легкие текстуры, гель-крем, эмульсия, либо флюид. И такие вещи, такие крема, они очень хорошо ложатся на кожу, не жирнят кожу, не ложатся таким дополнительным каким-то слоем. Важным пунктом также является и правильное нанесение солнцезащитного крема. СПФ нужно наносить за 20-30 минут до выхода на улицу. Выделяем вот эту вот часть, фото-защита, наносим на область вокруг ушей, обязательно наносим на верхние губы. Обновлять крем нужно каждые 2 часа, а после пребывания на солнце обязательно смыть. Использование солнцезащитного крема предотвращает не только появление солнечного ожога, но и прочих нежелательных последствий. Фотостарение, появление аллергического дерматита и развитие злокачественных изменений. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. В аномальную жару страдают не только жители города, но и домашние питомцы. Как распознать, что у животного случился тепловой удар и чем ему помочь, выяснила Ксения Баканова. Знакомьтесь, это Джессика. В семью Устиновых она попала больше года назад. Собака живет на территории приусадебного участка. Хозяева рассказывают, летом животное много времени проводит на свежем воздухе. Когда сильно жарко, дольше спит и активно пьет воду. А еще обожает купаться. А вот пес Джек предпочитает более масштабные водные процедуры. По вечерам покоряет Волгу-матушку. Собака купается с детства. Все начиналось с малого. После прогулки Джеку мыли лапки, поливали из душа. Хозяева говорят и не заметили, как купание у собаки вошло в привычку. Мы изначально его приучили так, что я заходила полностью в воду, и мы с ним с большой глубины начинали вместе купаться. Я его держу за поводок, придерживаю. То есть с такой небольшой поддержкой, потому что сам он боится купаться. Он маленький, и без меня он никуда не хочет идти. А вот кот Шерлок скрывается от жары дома. Он британец, прирожденный аристократ. Представители этой породы от природы сдержаны и спокойны. Однако за внешней невозмутимостью прячется оригинальный темперамент и много амбиций. Например, два года назад Шерлок стал натурщиком для создания 3D-моделей персонажа кота к видеопроекциям в спектакле «Сны Алисы». Порода достаточно, как мы видим, шерстистая. Поэтому, как и в основном котов, в жару их лучше почаще вычесывать, почаще, чем зимой. Но если ему совсем жарко, то намочить мордочку водой и пузо смочить. В жару просто лежит больше, чем обычно. Так-то он, конечно, очень активный кот. Молодой, несмотря на то, что толстоват. Носится мое почтение по квартире. Вычесывать богатый мех четвероногого друга нужно 3-4 раза в неделю. Шерлок хороший мой. Молодец, хороший кот. В жару домашний питомец предпочитает валяться в ванной на прохладной кафельной плитке или растянуться на подоконнике. Под кондиционером спасаются от жары не только люди, но и животные. Проводить здесь время – любимое занятие кота Шерлока. Пушистый любит отдыхать с комфортом. Специалисты отмечают, жара негативно сказывается на здоровье домашних животных. Они становятся вялыми и уставшими, не могут найти себе места, им тяжело двигаться и дышать. Поэтому в этот период хозяевам следует быть внимательнее. Отдельно хочется сказать про плоские мордочки, то есть от собаки брахицефалических пород. Им вообще категорически нельзя перегреваться, потому что у них короткие дыхательные пути и очень много случаев, когда экстренно они приезжают к нам в клинику с температурой 42 и выше. То есть им гулять утро-вечер и в квартире, в машине иметь кондиционер – это обязательно. Для кошек в целом они достаточно адаптированные к жаркой и холодной погоде, поэтому, когда вы уходите из дома, оставляйте им достаточно воды. Также можно привести шерстку в порядок, какую-то гигиеническую стрижку сделать. Если у животного внезапно появилась отдышка, покраснели ушные раковины или слюна стала вязкой – это повод насторожиться. Питомца лучше перевести в прохладное место и напоить. Если состояние не удалось нормализовать, нужно измерить температуру. Для этого подойдет электронный градусник. Если показатель выше 40 градусов, значит, животное перегрелось и нужно обратиться к ветеринару. Ксения Баканова, Константин Головин, Валерий Майоров. События. Далее коротко о других событиях дня. Минфину и Минцифры поручили проработать вопрос о продлении льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Программа льготной ИТ-ипотеки действует в России до конца этого года. Ставка по ней составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого кредита для жителей и регионов-миллионников – 18 миллионов рублей. Для других регионов – 9 миллионов рублей. Согласно данным Минцифры, с момента начала работы ИТ-ипотеки было выдано более 59 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 523 миллиардов рублей. В Самарской области подростки, отдыхающие в детском оздоровительном лагере имени Гагарина, в праздничной обстановке получили паспорта из рук заместителя начальника ОМВД России по городу Новокуйбышевск, подполковника внутренней службы Евгения Газизулина и начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России майора полиции Натальи Завалишиной. Вместе с документом каждый подросток получил экземпляр Конституции Российской Федерации. Ребятам напомнили, что паспорт является главным документом, удостоверяющим личность гражданина страны. В Самаре 54-летняя женщина потеряла 600 тысяч рублей при продаже дачного участка. Она опубликовала объявление на одном из сайтов. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Он предложил внести задаток около 300 тысяч рублей, но попросил сообщить ему данные банковской карты. Женщина прислала сведения, но вместо платежа обнаружила списание крупной суммы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в областном главке полиции. Мошенники начали применять новую схему обмана с посылкой из-за границы. Согласно новому сценарию, злоумышленники представляются сотрудниками почты. Они сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно оплатить таможенный сбор. Для отказа от посылки просят назвать код из СМС. Цель такой схемы – получить доступ к банковскому мобильному приложению или к учетной записи госуслуг. За первые 4 месяца этого года рост внутренних турпоездок составил 13% к прошлому году. И большая часть туров на юг России была реализована благодаря раннему бронированию. Средняя глубина бронирования выросла от 1 до 3 месяцев до заезда. Число турпоездок по России за 3-летних месяца составит около 44 миллионов. Это 49% от планируемого общегодового объема, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Самару привезут икону Казанской Божьей Матери в ходе Всероссийского молебна о Победе. На два дня с 25 по 26 июня ее расположат в Софийском соборе. Эта икона считается одной из самых почитаемых у православных верующих. Она покровительствует сражающимся воинам. К ней обращаются с самыми разными просьбами, в том числе просят о благополучии детей, исцелении болезней, семейном счастье. В Самаре доступ к святыне будет возможен 25 июня с 8.30 до 20.00 и 26 июня с 8 утра до 18.30. Казахский асык и русские бирюльки. В этнопарке Дружбы народов прошел чемпионат по настольным играм. Это не только способ провести время, но и возможность совершенствовать свои умения и навыки. Ксения Баканова расскажет подробнее. В этнопарке Дружбы народов можно не только увидеть жилища народов мира, но и поиграть. Здесь прошел чемпионат по настольным играм. Разные виды соревнований развернулись в четырех национальных подворьях. Мы не просто предлагаем людям поиграть, а в каждом доме находится свой экскурсовод, который в рамках своей экскурсии встраивает в нее вот эту игру и рассказывает о традициях, кто в эту игру играл, в какое время года, как зародилась эта игра. В русском доме гостям предложили поиграть в бирюльки. Кстати, дословно это выражение означает заниматься ерундой. Однако это занятие, как уверяют специалисты, очень полезное. Ведь у человека в процессе игры развиваются ловкость, терпение и глазомер. Правила очень простые. У нас есть два крючочка и вот так беспорядочно, да, много всяких разных фигурок. Два игрока, допустим, вы и я. Мы играем по очереди. Нужно крючком зацепить и положить, да, каждый себе. Сначала я, потом вы. По очереди. Если я задеваю соседнюю любую фигурку, то ход я пропускаю, дальше вы. Одна из древнейших игр кочевых народов – асык. По мнению ученых, она появилась на территории Казахстана еще в первом тысячелетии до нашей эры и тесно связана с животноводством. Для того, чтобы поиграть, не нужно сложной экипировки и особых условий. Главное – иметь при себе асык – косточку коленного сустава барана. Чем больше их, тем лучше для игрока. Предварительно косточки высушивают и окрашивают хной. Сперва раскидывают асыки, подкидывают один асык. Пока он летит, нужно на полу поймать еще один асык и тот, который летит наверху. То есть, получается, зрение раздваивается, и человек ловит и оттуда, и отсюда. До пяти, до шести асыков она должна поймать в итоге. Это очень такой, как называется, пилотаж для девчонок. Также на территории этнопарка Дружбы народов регулярно проходят экскурсии. Расписание доступно на официальном сайте организации и в социальных сетях. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События. В Самару на гастроли приехал Новосибирский драматический театр на Левом берегу. Труппа из 28 сибиряков выступает в столице региона в рамках программы «Большие гастроли». Какие постановки покажут гости и какое впечатление произвела новосибирская публика на Самарский художественный театр, расскажет Полина Чулякова. Самара встречает гостей. В столицу региона в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приехал Новосибирский драматический театр на Левом берегу. Участие сибиряков в «Больших гастролях» дебютное. Они привезли четыре детских спектакля «Золушка», «Кот в сапогах», «Муха-цокотуха», «Исказ о русском солдате Иване», «Фрице-рыжем лисе» и «Материнском хлебе». Последние из них покажут в преддверии Дня скорби и памяти. У меня видела задача заинтересовать детей темой войны, чтобы они потом стали узнавать. То есть, вначале это детский спектакль, это детская сказка, поэтому враги там жутко плохие. Наши, естественно, исключительно хорошие и молодцы и все такое прочее. Ну да, может быть, немножко упрощенно, но так, детям так и надо. Практически каждый ребенок с детства не просто знает эти сюжеты, на этих сказках образуется сознание, рождается человек. Наш театр с большим пониманием относится к этой теме, к этой теме воспитания. Визит театра в город на Волге ответный. Напомним, что в апреле в Сибирь ездили самарские актеры. Рассказывают, с театром на Левом берегу подружились, а публика тепло приняла спектакли. Гастроли прошли замечательно, потому что это удивительный зритель. Мы очень благодарны новосибирским ребятам, которые приходили на наши спектакли и поддерживали нас всячески. Но прежде всего это обмен энергиями, обмен опытом, обмен заразительностью любви к делу, которое мы делаем. Гастроли Новосибирского драматического театра на Левом берегу продлятся в Самаре до 21 июня. Полина Челюкова, Валерий Майоров, События. Игра состоится в любую погоду. Небольшой дождь не остудил высокий градус борьбы, который показали дворовые команды 10-11 летних ребят в финале районных соревнований «Лето» с футбольным мячом. Лучшую команду Куйбышевского района определяли на стадионе «Нефтяник». Победители получат возможность дойти и до федерального уровня. Подробности в нашем материале. В школе номер 129, что находится в Куйбышевском районе Самары, сразу несколько футбольных талантов. Ребята давно вместе тренируются, у них отличное взаимопонимание и чувство дружеского плеча. Недавно команда стала триумфатором турнира «Кожаный мяч» на областном уровне. А вот «Лето» с футбольным мячом в прошлом году не покорился. Теперь намерены взять реванш. Они живут футболом, они очень любят футбол, даже они устают, но они готовы играть, 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 пинать мяч, и все время бредят футболом. Им нравится играть в футбол. Спасибо организаторам, которые организовали это мероприятие, что дети, которые остались дома, могут поучаствовать в футболе. На районном этапе турнира «Лето» с футбольным мячом Куйбышевского района в финальном раунде четыре команды из игроков 2013-2014 годов рождения. Играли два полуфинала и финал. Матчи длились в два тайма по 10 минут. В таком же формате проходят соревнования и в других районах. Причем не только в Самаре, где и родилась идея этого турнира для дворовых команд, но и с недавних пор по всей стране. Соревнования помогают начинающим футболистам не только разнообразить свой летний досуг, но и проявить себя, получить шанс закрепиться в большом спорте. Лето с футбольным мячом объединяет детей, родителей и педагогов. Все они включаются в процесс, чтобы помочь игрокам добиться высоких результатов и просто получить удовольствие от игры. С каждым годом турнир становится все более массовым явлением, настоящим спортивным праздником. Здесь участвуют дети, которые играют на первенство города, и также играют обычные дети, которые могут себя как-то проявить, показать, и в дальнейшем участвуют также в различных чемпионатах. Вот эти турниры дают возможность обычным детям, которые нигде не играют, также задействоваться в спорте и показать себя с лучшей стороны. По итогам игр первое место и золотые медали завоевала команда школы номер 129. Теперь они будут представлять район на городском этапе, соревнуются со своими сверстниками со всей Самары. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самарская область в тройке российских регионов по количеству средств, которые выделяются фондом президентских грантов. Поддержку в регионе получили 39 проектов из 18 муниципальных образований на сумму 95 миллионов рублей. С 2022 года Самарская область занимает третье место по России после Москвы и Санкт-Петербурга по выделяемым грантам. В регионе создан ресурсный центр общественных инициатив, где на регулярной основе проходят обучающие тренинги. Здесь помогают грамотно оформить заявку, доработать проект, оказывают консультационную и организационную поддержку. Главный автобусный перевозчик Самары приглашает водителей и кондукторов в свою команду. Автопарк пополняется новыми машинами, поэтому штат предприятия увеличивается. Для соискателей проводят стажировку, а для действующих сотрудников постоянное обучение и корпоративные конкурсы. Иногородним предоставляется жилье. Соискателей ждут на Пугачевской 73А. Подробнее можно ознакомиться с условиями в телеграм-канале Департамента транспорта Самары. Сотрудники администрации Ленинского района выезжали на улицу Самарскую 188, где из-за проведения строительных работ метрополитена было вскрытие на тротуаре. На данный момент на участке активно ведутся работы. Подрядчик восстанавливает благоустройство тротуара, сообщает Телеграм-канал Ленинского района. За размещение транспортных средств на газоне, рекреационной территории, детской и спортивной площадках законом Самарской области предусмотрена административная ответственность. Собственник транспортного средства может быть оштрафован на сумму от полутора тысяч рублей. Если собственник юридическое лицо, то штраф будет от 30 тысяч. За повторное нарушение в разы выше от 3,5 тысяч рублей на физические лица и от 400 тысяч рублей на юридические. В случае обнаружения автомобилей на газоне можно направить фото нарушителей в административную комиссию района с указанием точного адреса. Важно, чтобы было видно номера автомобилей и границы газона. Материалы можно направлять на адрес электронной почты. С подробностями можно ознакомиться в телеграм-канале Кировского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин